В благое – Эскенье Петчуров, и в вене – Джо Андрей Пюш, и это человек, который у нас в финале потерял Харри Барнефелл, это трансман Андрей Пюш. Самбо открылся, а потом уже в дзюдо, я боролся и по самбо, и по дзюдо. Первый успех у меня пришел по самбо, я выиграл два первенства Советского Союза, 83-84 по самбо, и должен был ехать на мир, но меня по определенным причинам не взяли на мир, и я попробовал себя по дзюдо, и получилось. Конечно, у дзюдо есть своя философия, в принципе, у каждого вида спорта есть своя философия на дзюдо, особенно японцы, там, к нему относятся, это их вид номер один, как бы, и для них философия с дзюдо точно, как бы, ну, большое значение имеет. Я более, может, как бы, скажу, дзюдо, я такой вид спорта, как бы, поддайся, чтобы победить, используя силу соперника, это, как вот японцы говорят, ветка сакуры, снег падает, падает, гнется, на раз, пружинил и сбросил его. Ну, так как бы, в дзюдо тоже здесь, как бы, я даже не знаю, как ответить, в честном тексте. Глебен, по-моему, в парке или в парке? Да? Я сейчас сделал меня вообще в парке. Ну, нет, всякие есть хитрости, всякие там уловки, всякие, ну, как бы, это уже немножко, как бы, ну, с годами ты это понимаешь. Сначала я пошел пацаном, как бы, я не понимал, ну, и все записались, все записались. А со временем я уже переосмыслил, был момент, там, я хотел уйти после 10-го года в военноучилище, но получилось так, что меня тренер оставил в спорте, и я, как бы, достиг каких-то успехов. Это уже, сколько, 44 года. До сих пор занимаюсь, люблю его, это, наверное, единственное, что я умею хорошо делать. Не, ну, понятно, рыбалка там, может быть, ничего не пробовал, рыбалку очень не люблю. Ну, наверное, первое достижение у меня было первенство мира в Италии в 86-м году. Я стал чемпионом мира по юниорам. До сих пор пересматриваю схватку с... У меня был Мигуэль Аурелева, с кем я боролся с кубинцем в финале. Я ему сделал болевой прием, и когда поднимался флаг Советского Союза, я не верил, что я стал чемпионом мира. И слезы катились через глаз, там, ну, вот это первое ощущение. Потом уже пошло больше дальше, как бы стал чемпионом Европы по-взрослым, там, призером Европы, на мире участвовал. Единственное, не попал на Олимпийские игры по определенным причинам. Немножко, там, хочу, чтобы кто-то из моих спортсменов попал туда. Я не счастливый, ты. Тебе кто-то плюнул в тест 100%? На мир не попал. На мир должна сейчас в Сербии быть бороться. Тест положительный. Приехал сюда, в больницу в Москву отправили, отрицательно. Здесь приехал отрицательно, антител нет. В 1986 году еще я стал третьим призером Игры Доброй Воли, которые были первые, проводились в Москве. И в 1994-м был третьим призером Игры Доброй Воли, когда вместо Олимпиады проводились там, когда бойкот устраивали. Я был чемпионом мира по студентам, был чемпионом мира по военнослужащим, был победителем первичного мира по юниорам, был чемпионом Европы по взрослым, призером Европы по взрослым в разных весовых категориях, был в тяжелом весе призером в два раза. В 95-м выиграл, ну и много очень турниров у нас там категория, тогда были там шорики, такой турнир был раньше в Советском Союзе, который в Советском Союзе я выиграл только один три раза. Ну, первый наставник мой – это Борис Аркадьевич Егошин, который, мне кажется, открыл мне путь в жизнь, как бы дал путевку в жизнь ему по спорту. Потом у меня дальше был такой Низоров Владимир Михайлович, который мне очень дал в сборной профсоюзов, которые у нас многие оттуда вышли, ребята заборолись. У нас очень тогда сильная команда была в Советское время. Владимир Николаевич Каплин был, вот, старший тренер сборной Советского Союза у нас был в свое время. Авелий Николаевич Казаченков очень много тоже дал, тренер сборной Советского Союза был. В этом броске важно обратить внимание на следующий момент. Захватом руки на плечо, положу из равновесия, одновременно поворачиваюсь спиной. Стена прямая. Подбиваю тазом, наклоном корпуса вперед, провожу бросок. У меня сейчас очень хорошая команда как бы сложилась. Я уже шестой год работаю в Екатеринбурге. Есть очень хорошие ребята, молодые, уже перспективные, которые в том году у меня было два чемпиона России по взрослым, призер России по юниорам в этом году, два человека, девочка и мальчик тоже чемпионы России до 23 лет. И вот начинается отбор на России, все начинается по-новому. Есть интересные ребятишки, с которыми я думаю, что в 24-м году могут попасть на Олимпийские игры. Обоюдная, обоюдная работа, обоюдная. Обоюдная. Вот да, обоюдная. Ну так дзюдо все равно развивается во всех странах. Много всяких сильных спортсменов в разных странах. Есть и во Франции такой Ринер, который недавно только проиграл, не проигрывал. Там лет, наверное, 10-12 одной схватки не проиграл. Вот недавно только проиграл первую схватку за 10 лет. Сейчас немножко как бы подход по разуму. У нас сейчас старший тренер России Гамба, ЭЦУ Гамба. Он принес свою методику подготовки спортсменов. Ну работает она тоже. И в сборной Советского Союза мы немножко по-другому тренировались. Тоже работала. Ну я считаю, что и там, и там было здорово. Какие моменты броска вы считаете узловыми? Захват. Подготовка к броску. Вход в бросок. Отрыв партнера. И сбрасывание. Важно, чтобы все эти совпали... Все эти компоненты совпали по времени и по направлению. Все равно без финансов, большой спорт, ну я считаю, что это тяжело пробиться без, допустим, какой-то поддержки, без каких-то спонсоров. Ну, тяжело. Потому что все равно нужны на соревнования деньги, на сборы деньги. Так просто тренироваться и стать чемпионом очень тяжело. Сколько было в Советском Союзе? Обществ. Я был в спортивной обществе «Спартак», «Физбл», «Зенит», «Динамо», «ЦСК», «Локомотив». Это всяких... Больше было соревнований, больше уделялось вниманию спорту. Больше было возможности, допустим, как-то проявить себя. Там кожаный мяч тот же, там, начиналось там с дома управления были любые, там, золотая шайба, еще такое с детства. Сейчас все сидят в компьютерах, да в телефонах, и немножко это очень мешает, конечно, спорту. Заболели они этим? Ну, полезен, мне кажется, чума 20 века. Я думаю, что наше поколение намного было сильнее. Сейчас вот приходят молодые ребятишки, допустим, ну, я там уже в первом классе мог подтягиваться, там, отжиматься. Сейчас приходят там в первый класс, люди не могут отжаться, потянуться, потому что все настроены эти смартфоны, компьютеры. Они занимаются только этим. Такой-то помогает левой, левой ногой, левой, 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 вот, да, вот, растяни, вот. Второй нога, вторая нога, растянь, и обе ноги, обе ноги растянуть. Вот и растянуть, вот, вот, второй, второй. Советский Союз, наверное, больше не вернешь. И я не знаю даже, как это, но... Когда там пацанами лазили, там, воровали яблоки, там, в садах или еще что-то рвали, пока они еще зеленые были. Сейчас эти яблоки, наверное, никто даже не ворует, они в телефонах сидят, они до сих пор вот такие, мне кажется, сейчас никто их не рвёт. Хорошо, хорошо. Сейчас не получится у вас сразу так. Это любимое занятие, чем я лучше умею всё делать, чем, наверное, лучше всё в жизни умею делать, чем дрожу, наверное, это моя жизнь, наверное, так сказать. Не, бывает, что устаёшь морально, когда хочется отдохнуть, куда-то уехать, ну, тяжело целый год пахать, потому что такого отпуска не бывает, у тебя отпуска, ты всё равно работаешь. Последний раз, может быть, там, три года назад я уезжал на три недели в Таиланд отдыхать на Новый год, вот тогда отдыхаешь и оттуда бежишь, наверное, из этого Таиланда, чтобы отворить что-то в зале. Ну, немножко после отдыха очень сильно зал тянет, и заряженный такой ты езжаешь. Ну, вот на последнем, ну, у нас недавно прошёл, три недели назад, гранд-шлем в Венгрии, у нас было пять золотых медалей у ребят. Это 60, 66, 90, сотка, и тяжёлый вес выиграли наши спортсмены. Нет, у нас очень сильные сейчас российские спортсмены, я думаю, что на Олимпиаде у нас будут золотые медали. Ну, я думаю, Владимир Владимирович тоже много делали для того, чтобы зудо развивалось в нашей стране. Очень много турниров, очень много сборов, очень много, ну, таких затрат на дзюдо ни в одной стране мира нет. У нас намного больше бюджет всех этих Франции, Японии и всех остальных стран. Смотри, с таким бюджетом, с большим бюджетом, а тренер итальянец, у нас что, твоего нет? Ну, так получилось, я думаю, что у нас есть хорошие специалисты, которые могут также вести сборную. Ну, так получилось, что пришёл Эдсу и добился много золотых медалей уже с Олимпиады было, и не с одной. С ним был на сборах, на соревнованиях. Интересный, любит борьбу, любит дзюдо, постоянно учится тоже, постоянно всех учат. Как человек очень хорош. Многие хорошие спортсмены уходят и становятся тренерами, потому что тяжело перестроиться, ты был на почёте, на славе, там, а приходишь зарплаты, ну, не каждый спортсмен будет работать за такую зарплату. Ну, я помимо, у меня дзюдо есть ещё какие-то доходы, как бы, ну, если бы я работал за тренером, то я не стал бы тренером работать, ну, по-честному. Я в дзюдо не зарабатываю денег, я в другом месте зарабатываю. Я здесь живу, да.